Венецкая детская школа искусств и наш фестиваль-конкурс Венецкая детская школа искусств и наш фестиваль-конкурс У Константина Поплавского была сложная, но яркая жизнь Все свое творчество он посвятил родному белорусскому краю Который питал душу мастера вдохновением и желанием поделиться своими творческими открытиями с другими людьми Венце до сих пор берегут память о своем знаменитом земляке В музее традиционной культуры находится экспозиция, посвященная Константину Поплавскому В ней представлена его богатая семейная родословная известных музыкантов и мастеровых рода Лимбовичей и Поплавских Так что ростки таланта Константина Иосифовича были заложены предыдущими поколениями И оказались настолько могучими, что их свет ярко горит и сейчас Константин Поплавский вырос в дружной семье, где было восемь детей Его отец хорошо играл на кларнете, был человеком веселым, но, к сожалению, рано ушел из жизни Маленькому Костусю нужно было помогать по хозяйству И с самого раннего детства он сеял, косил, ходил за плугом и не помнил себя без труда У него рано проявились музыкальные способности С восьми лет он уже играл на гармошке, скрипке, балалайке А в окрестностях считался музыкантом, без которого не обходилась ни одна свадьба В тринадцать лет Константин тайно уезжает из родного дома, чтобы поступить в военный оркестр в Молодечно Этот смелый шаг повлиял на его дальнейшую судьбу Кроме работы в оркестре, где он учился игре на барабанах, балторне, флейте и фортепьяно Константин посещал уроки скрипки и теории музыки в Вильнюсской консерватории А в 1937 году поступил на факультет капельмейстеров при консерватории в городе Катавица В это время ярко проявляются его композиторские способности После объединения Беларуси Константин Поплавский работает преподавателем в музыкальных школах Молодечно и Вилейки По классу скрипки, фортепьяно и сольфеджио Вторая мировая война оборвала мирную жизнь И только после победы над фашизмом Константин Иосифович возвращается к любимой работе В Ивенецком доме культуры оживает художественная самодеятельность В средней школе рождается замечательный хор Вместе с земляками Константин Поплавский создает квартет гармонистов Который с успехом выступает на концертных площадках страны Участницей этого квартета была Стефания Лепницкая Которая и теперь с теплотой вспоминает доброго, но строгого учителя Своё музыкальное образование Константин Поплавский продолжает в Белорусской государственной консерватории На дирижерско-хоровом и музыкально-теоретическом факультетах Одновременно он работает с созданным им же в 1947 году детским хором белорусского радио Константин Иосифович не только учил петь, но и прививал детям любовь к серьёзному искусству Ходил с ними в театры, сам покупал билеты После окончания консерватории в 1952 году вместе с Геннадием Титовичем Константин Иосифович активно принимается за организацию народного хора Ныне это Белорусский государственный академический народный хор имени Титович 23 года отдал Константин Поплавский этому прекрасному коллективу Где работал дирижёром, главным хормейстером и музыкальным руководителем А в 1973 году был назначен его художественным руководителем Михаил Дриневский, народный артист БССР и руководитель народного хора Говорил, что Поплавский и государственно-народный хор – это одно целое на протяжении почти четверти века Константин Поплавский – это музыкальный мозг хора По воспоминаниям участников хора Константин Иосифович к работе относился очень ответственно Как хормейстер был принципиальным, жестким, любил дисциплину и порядок А как человек был очень вежливым, деликатным При расставании с ним хотелось поклониться, а при встрече – шляпу снять Несмотря на занятость, он находил время для доверительных бесед, давал нужные советы И всем вселял уверенность и вдохновение В 1967 году громко заявила себе женский квартет Купаленко – любимое детище Константина Поплавского Он был создан при Государственном народном хоре И его справедливо называли Творческой лабораторией Поплавского ПЕСНЯ По воспоминаниям участницы квартета, а ныне художественного руководителя Купаленко и заслуженной артистки Беларуси Елены Тельковой Константин Иосифович настойчиво добивался высокохудожественного исполнения, стилевой четкости в передаче песен разных жанров, безукоризненного чувства ансамбля, тембровой яркости, чистоты строя, гибкой фразировки и отличной дикции За мастерство ансамбль отмечен многочисленными наградами на конкурсах в стране и за рубежом, побывал с концертами в различных странах ближнего и дальнего зарубежья Всю свою жизнь Константин Иосифович посвятил родному белорусскому краю Музыке, народной песне, которую любил и ощущал всей душой Сохранял и давал ей новую жизнь в многочисленных обработках ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наша Беларусь славится и по сей день самодеятельными коллективами Многие из них своим становлением и успехами обязаны Константину Поплавскому Который с первых и до последних дней своей жизни делился с ними опытом и знаниями Эти коллективы выступали в Польше, Чехословакии, Германии, Венгрии, в концертных залах Москвы и, конечно же, в родной Беларуси Поэтому с теплотой и благодарностью вспоминают имя Константина Поплавского в Гродно и Волковыске, в Новогрудке и Сморгоне, в Ашмянах, Минске и других городах Константин Поплавский оставил не только богатое музыкальное наследие, но и основал творческую династию Он гордился своей семьей и заботился о ней Горячую любовь к музыке и к людям передал он своим детям вместе со своей верной женой Стефанией Петровной, которая была точкой опоры всей семьи Трое детей, Кристина, Ядвига и Чеслов, пошли по его стопам и вписали свои страницы в историю белорусской музыки Чеслов стал замечательным скрипачом, долгое время играл и пел в ансамбле Песняры Кристина, талантливейшая пианистка, с самого детства поражала всех своими музыкальными способностями Христина уже третий год наведывая Минскую музычную школу Пионеры столицы запросили маленькую пианистку до себе у палац Христинка выконывая пьесу у Чайковского Ядвигу, народную артистку Беларуси Мы знаем по ансамблю Веросы и по дуэту с Александром Тихановичем А внучка Константина Иосифовича, Анастасия Тиханович, талантливая певица, автор многих телевизионных и музыкальных проектов Все внуки и правнуки Константина Поплавского также занимаются музыкой, переняв у старшего поколения интерес и любовь к музыкальному искусству Константин Поплавский внес величайший вклад в становление и развитие национальной музыкальной культуры Он ушел из жизни в возрасте 72 лет, оставив неосуществленными многие творческие планы Он оставил светлую память в сердцах многих людей, которые были согреты ему в минуты общения Константин Иосифович не порывал связи со своей малой родиной, Савинецким краем Часто приезжал, навещая родных и знакомых В памяти людей он останется веселым, добрым, отзывчивым и щедрым Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok